Я заведующий кафедрой физической культуры, теперь наш институт горно объединился, мы стали в Ютубе ФИС, научной работой мы занимаемся уже давно. У нас работа была сделана на универсальном динамометре, который представлен во всех наших работах, вы, наверное, если читали наши книги, то видели этот динамометр. Вот, и сейчас я вам покажу книжку, вот она написана нами, наверное, это будет вам интересно, вот, четыре автора, называется книга «Тактика атакующих, контррадтакующих действий боксеров об учении совершенства». Мы ее написали уже, будем так говорить, в 2017 году, вот, и что интересно, эта книжка, ну, она так очень широко не распространялась, но, во всяком случае, она имеется и не в треставарии финансов. Вот, вот, первое, то, что я хочу сообщить, это тактические особенности проявления атакующих и контр-атакующих действий и боксеров. Анализ научных работ, учебников и всяких пособий по боксу, опубликованных ведущими специалистами и тренерами, позволил нам сделать такие теоретические обобщения методики обучения атакующим и контр-атакующим действиям боксеров. При этом надо заметить, что, прежде всего, при обучении спортсменов, азамбоксы, тренеры и специалисты рекомендуют начинать с боевой стойки. Это и Градополов говорил, и Денисов, и Зараян, в общем, очень много, и Агуренков, Евгений Иванович, вот, что это необходимо начинать именно со стойки. Бывая стойка, боксеры, это универсальное и сходное положение, как для наступательных, так и для оборонительных действий. Ранее обубликованных учебников и пособия по боксу, в первый год занятий при обучении боксера-новичка рекомендуется следующая последовательность обладения основанной техникой и тактикой. Только прямые удары в голову, в туловище и защита от них и контр-удары. Боковые удары в голову, в туловище, защита от них и контр-удары. Третье ответные. Удары снизу, в голову и в туловище, защита от них и контр-удары. Третье ответные. И пятая атака и контр-атака двойными и сериями ударов. Вот, что интересно, то все авторы, которых мы анализировали, они все именно с такой способностью и советуют развивать докторскую науку. Извечая атакующие и защитные действия, а также контр-атакующие действия, начинающий спортсмен должен знать, как ими пользуются в бою и для какой трени. Это нужно ему доходчиво объяснять. После того, как начинающий спортсмен обладел основанной техникой, доктор, новым приемом обучает сразу в упражнениях спара. В этих упражнениях обычно один из боксеров атакует, другой защищается и контр-атакует. Для формирования атакующей манеры ведения боя боксер должен овладеть собранной боевой стойкой, удерживая при этом вес тела, в основном, но сзади стоящий на день. Это характерно для и советской школы бокса, и для европейской. При этом продвижение вперед посчитается с вращательными движениями сверху влево и вправо, нанесением удара впереди рукой, тем самым подготавливая выполнение акцентированного удара, в атаке сильной с рукой. Насыпательные действия в боксерах состоят из подготовительных действий и действий непосредственного нападения. Они содержат следующие элементы. Тщательную подготовку к атаке, почитание кинтами и обманными ударами передней рукой. Атакующие, встречные и ответные удары с разных дистанций и положений. Атака – это быстрые, энергичные и наступательные действия, основное затятое которого – нанести противнику один из нескольких ударов. Атакой является одним из основных средств наступательных действий. Быстрая и неожиданная атака используется для активации боевых действий и захвата инспективы и для нанесения асцентированного удара. Один из основных наступательных действий боксеров является атака с дальней дистанции, которая используется в зависимости от конкретной обстановки. Атака с дальней дистанции применяется в целью достижения преимущества в очках. При этом боксеры стараются определить, опередить и раскрыть защиту противника. Подготавливается атака боксерам с дальней дистанции, непрерывными обманными действиями, действиями и маневрированием и в нужный момент или в удобный момент для нанесения асцентированного удара или серии ударов, преимущественно примут, после чего выполняются защитные действия, при этом разрывается дистанция. Атака с дальней дистанции может являться началом боевых действий, развивающихся затем на средней и ближней дистанции. При этом атака с дальней дистанции имеет большое разнообразие, как они могут состоять из одного, двух или серии ударов и начинается как левой, так и правой рукой. Место удара и количество серий атакующий боксер выбирает до начала атаки или в ходе развития атаки. Как правило, место нанесения асцентированного удара раскрывается с помощью чемпионов или отвлекающих ударов. Примером боксеров атакующего плана являются Королев, Логутин, Попенченко, Сипаскин и Жуковский Игорь, если вы помните, который выиграл у Синерсона два раза, один раз в месте, а другой раз на кубе, на корзине торгов. Атака с дальней дистанции может быть ложной. Цель такой атаки – вызвать противника на атаку или контратаку, при этом создать для себя оптимальное исходное положение для последующих действий. Прямой удар левой в голову шагом вперед выполняется при атаке боксером противника. На месте останавливая атаку, при этом и назад, и так далее. Эти удары можно делать как на идущего вас противника, так и убегающего от вас противника. При обучении техники бокса не особое внимание необходимо уделять атаке прямым левой в голову, при читании с расходом назад и в стороны. Этот прием способствует быстрому возвращению в боевую стоку после атаки и, в свою очередь, дает возможность своевременно защититься от ответных ударов противника. Нередко боксеры после атаки остаются в положении удара и не успевают своевременно вернуться в исходное положение, что позволяет противнику провести ответные контратаки. Систематическое использование подготовительных действий и упражнений перед атакой специальной направленности будут способствовать повышению эффективности атакующих действий и росту тактического мастерства юных спортсменов. Так, юные спортсмены, использующие комплекс подготовительных упражнений перед атакой, повысили во время своих поединков количество подготовительных действий в 3-4 раза, эффективность атакующих действий в 3,1 раза. Кроме этого, они стали меньше пропускать ударов в 2,9 раза. В реальном бою прямой удар правой в голову применяется в трех тактических формах – атакующих, контратакующих и в третьих. Это такие предположения выдвинул Евгений Иванович Акуренко. Он также констатирует, что атакующий прямой правой в голову используется редко и только после предварительной подготовки. Для повышения эффективности атакующих ударов в боксере человек предлагает использовать упражнение в нанесении ударов с отягощениями 1,2 кг, а также в имитации ударов с помощью надевных метей весом от 5 до 10 кг. По мнению многих тренеров и специалистов, без отягощений и надевных метей слишком большой и требует более подробного исследования. Для нанесения акцентированного удара прямого правой в голову в атаке боксеры, мастера спорта и нокаутеры используют отсталкивающиеся разгибания ноги на 39%, вращательное движение на 37% и разгибательное движение руки на 24%. Атакуя в ближнем бою, боксер свободной рукой от ударов должен строковаться подбородок от возможного стритного удара противника. Свои исследованиями с поливенка приходят в заключение, что атакующие действия – это основа комплекса технических средств, они наиболее часто применяются и приносят успех боксеров в единоборстве, особенно если есть преимущества в быстроте и приметении. Высокий степь атакующих действий, стремление при каждом возможном случае нанести удар часто приводит к тому, что боксеры начинают меньше заботиться о защите и в свою очередь приводят к обмену ударами. В результате исследования Петухова свидетели, что число, численное превосходство ударов в ударах боксер должен создавать в атаке и в контратаке. Третья ответность. При наличии хорошо поставленной защиты, помимо этого, он выявил достоверный взаимосвязь показателя плотности ведения боя, характеристикой коэффициент эффективности в атаке. Высокий степь атакующих действий, оказывает стремление при любой возможности нанести максимальное количество ударов, часто приводит к обмену ударами. И в действии для каждого боксера необходимо найти такой степь нанесения ударов, при котором он не проигрывал бы от пренебрежения защиты. Поединок боксеров на ринге происходит с переводованием наступательных и оборонительных действий, которые применяют спортсмен в бою с противником для достижения победы на ринге. Для формирования контратакующей манеры ведения боя боксеру необходимо обладать свободной боевой стойкой, удержанием при этом веса тела в основном на впереди стоящей ноге, мгновенным его переносом на сзади стоящую ногу и веско передвигаться по рингу в различных направлениях, подготавливая нанесение эффективных контрударов. Контратака – это сложная специфическая реакция боксера на атакующие действия соперника. Она относится к основным боевым действиям боксера и является средством активной обороны или наступления. Контратакующие действия боксера совершаются в основном по типу реакции выбора. По мнению Куракова, ее скорость и точность зависит от следующих факторов – восприятие и переработки воспринятого. Контратака также может быть самостоятельным боевым действием и применяться с различными статистическими целями. Боксер, эффективно использующий контратаку, способен достигнуть большого преимущества и больших успехов. В количестве ударов достигшие цели нередко она приводит к досрочной победе. Примером такого боксера является Вячеслав Ленинсов, который в финале аминькистов игр в 1972 году в нем сними на культуре Кина Виртамина. Ответы контратакой левой боковой и правой прямой в голову. С помощью контратаки боксер искусственно противостоял спортсмену, выполняющему атаку без подготовки. В некоторых случаях индивидуальная манера ведения боксера способствует естественному применению контратаки во время поединка. Поэтому боксеры такого плана подготавливают контратаку вызывами, при этом раскрывая ложными действиями и вызывают этим противника на атаку и мгновенно отъезжая ее уже заранее подготовленными встречными ударами и ответными действиями. Сочетание с защитными действиями. Помимо этого, боксеры контратакующего типа имеют большое преимущество над соперником в быстроте реакции, боевых действий, а также в разнообразии передвижений. Контратака может быть встречной, так и ответной. Опытные боксеры часто используют тактический прием, создавая условия для нанесения встречного удара. Это мнимое раскрытие собственной защиты, вызывая противника на удар. Таким образом боксер вызывает соперника на атаку определенным ударом, что во время нанесения которого противник раскрывает свои защиты, что боксер использует для своего встречного удара. Так, например, боксеры Пакенченко, Михаилов в большинстве своих боев заканчивали до встречных встречными прямыми ударами в голову. Ответная контратака – это переход от защитных действий, нейтрализовавшего атаку противника к ударам. В дальнейшем интересно заметить, что в поддержании учебно-тренировочной работы с боксерами и новичками определяется программа для секции бокса, которая встречает следующие основные задачи. Первое – умение подготовить атаку. Второе – умение эффективно провести атаку. Третье – умение своевременно выполнить защитные действия. И четвертое – умение выполнить контратакующие действия. Быстрое восприятие. Зуфер, извини. Можно еще раз, может быть, кто-то хочет записать эти четыре? Я повторю. Значит, ответная контратака – это переход от защитных действий, нейтрализовавшего атаку противника к ударам. В дальнейшем интересно заметить, что в содержании учебно-тренировочной работы с боксерами и новичками определяются программы для секций бокса, которые встречают следующие основные задачи. первое – умение подготовить атаку. Второе – умение эффективно провести атаку. Третье – умение своевременно выполнить защитные действия. Четвертое – умение выполнить контратакующие действия. Счастели? Да, спасибо. Более быстрое восприятие ситуации в простой реакции оптимизирует нервную связь и ускоряет подачу нервных сигналов. Следовательно, еще на раннем этапе тренировочного процесса целесообразно так строить обучение юных боксеров, чтобы они основывали стратегию поединка на своевременном распознавании намерения соперников и контролировали заранее учитывая действие противника. Кураков сказал и экспериментально доказал, что боксер успел применить наиболее рациональный ответ в контратаку. Ему необходимо для того, чтобы он успел применить первое – уметь быстро распознать ситуацию и предвидеть изменения тактической обстановки. Повторяю, уметь быстро распознать ситуацию и предвидеть изменения тактической обстановки. Второе – заранее знать стандартные ситуации боя и иметь хорошо разученные готовые ответные контратакующие действия на эти ситуации. Второе – заранее знать стандартные ситуации боя и иметь хорошо разученные готовые ответные контратакующие действия на эти ситуации. Третье – иметь высокий уровень развития скорости реакции при положительном и тормозном дифференцировании чувства времени, точности мышцно-двигательных диверенцировок, чувство дистанции. Третье – иметь высокий уровень развития скорости реакции при положительном и тормозном дифференцировании, чувство времени, точность мышцно-двигательных дифференцировок, чувство дистанции. В связи с этим необходимо соблюдать следующую последовательность обучения контратакующим действиям. Первое – обучение контратакам на типовые ситуации. Обучение контратакам на типовые ситуации. Второе – распознавание и изучение типовых ситуаций в простых условиях. Распознавание и изучение типовых ситуаций в простых условиях. Развитие умения наблюдать за действиями противника, предугадывать последующие действия как перед сигналом и повтором, а также типовым связком. Еще раз повторяю – развитие умения наблюдать за действиями противника. Предугадывать последующие действия как пред сигналом, повтором и типовым связком. Третье – разучивание и совершенствование ответных действий. Третье – разучивание и совершенствование ответных действий. Третье – обучение вызову противника на определенные действия, в последующем заранее подготовленные контррадиции. Обучение вызову противника на определенные действия, в последующем заранее подготовленные контррадиции. Так же, по мнению Александра Шевченко, рекомендуется научить доктора применять легкие удары, как обманные для раскрытия защиты противника, так и подготовки атаки. 1. Легкие удары, как обманные для раскрытия защиты противника, так и подготовки атаки. 2. Быстрые удары в атаке и в контратаке. 3. Медленные удары для вызова противника на атаку. 4. Медленные удары для вызова противника на атаку. Для того, чтобы показать противника, защиты раскрытия. И противник уже готовится сделать атаку. Ну, это, будем так говорить, обманные действия. 4. Резкие удары для быстрого начала атаки. Как третьные удары, так и другие. Так же, повторяю, резкие удары для быстрого начала атаки. Как третьные удары, так и другие. При сравнении результатов простого реагирования, обращает на себя внимание, что у боксеров высокой квалификации разница между показателями времени затраченного на защиту от удара и времени выполнения контратакующих ударов менее значимы, чем у начинающих подсменок. У мастеров спорта 323 миллисекунды. Пардон, у мастеров спорта 214 миллисекунды, а у начинающих подсменок 323. То есть, видите, какая разница. Еще раз повторяю, у мастеров спорта 214 миллисекунды, а у начинающих подсменок 323. То есть, разница очень большая во времени. В то же время при превышении защитного действия начинающие боксеры нередко ставят в себя положение технически затрудняющее ответный удар. При этом в обеих группах боксеров защитные действия, особенно в условиях простого реагирования, менее вариативны и более сконтертизированы по временным характеристикам и по вариантам нанесения удара. Боксеры юноши превосходят взрослых простых стереотипных ситуаций, где требуется быстрое реагирование, установленное в исследовании Амбелова. В связи с этим в начале обучения необходимо ограничивать варианты атакующих и защитных и контратакующих действий, что в свою очередь облегчит обучение и не затруднит деятельность в боевой ситуации. Изучая синематику прямых ударов боксеров с помощью гидростатической методики, Поляков установил, что поступательная скорость движения перчатки боксера при прямом ударе пропорционально величине угла атаки антропометрического размера руки. То есть представляете, что угол атаки при ударе рукой, они пропорциональны. Дальше. Прямые удары с полным разгибанием руки целесообразны и в пользу для построения стрессных контратак. Прямые удары с полным разгибанием руки целесообразны и в пользу для построения стрессных ударов. В экспериментах с боксерами-новичками 20 человек выявлено, что под действием сбивающих факторов происходит ухудшение структуры прямых ударов. Ухудшение ведущих параметров стрессного удара равняется 56-53,6%. Атаки прямыми ударами с дальней дистанцией 61%. Тот же прикос это доказал. В экспериментах Куракову и Супу изучали общее время реакцию при выполнении на прямой левой голову и защиты от клонов в сторону. И в контратаке прямым левой голову. А на прямой правой спортсмен реагировал уклоном и контратаковал прямым ударом правой головы. При этом установлено, что в прошлое время реакция при защите. Извини, что перебью. У нас осталось до конца сессии 2 минуты. Я думаю... А вот я закончу. Я думаю, мы делаем перерыв, а потом тогда собираемся, чтобы еще, если возникались вопросы, чтобы обговорить. Я бы считаю, при защите, при контратаке прямым ударом правой головы значительно меньше, чем при защите от клонов и контратакой прямым ударом левой головы. Таким образом, способ защиты обуславливает время контратакующей людей. То есть начало защиты с уклоном быстрее, чем при защите от клонов. Ясно, да? Уклоном быстрее можно защититься, чем от клонов. Вот на это все, наверное. Закончим. Так, если есть вопросы, я постараюсь вам ответить. Так, делаем так, ребята, что мы к вопросам придем обратно, потому что у нас осталось до конца сессии 1 минута. Мы возвращаемся по этой же ссылке. Ну, скажем, делаем перерыв тут, может, 5 или 10 минут. Давай 10 минут, делаем перерыв для ребят, чтобы... 10 минут перерыв и без 15 и 12 мы возвращаемся. Только нажмите на ту же ссылку и тогда мы начинаем без 15 с вопросами. Подготовьте вопросы, тогда будет у нас в сессии вопрос-ответы 15 минут. Хорошо. Все тогда. Да, спасибо. Да, да, давай, пока. Продолжение следует...